Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Ник. Мы продолжаем катать с вами в различные андроид-игрушки. И сегодня мы вернёмся в Mortal Kombat X Mobile. А точнее, как я и обещал, мы посмотрим с вами Рейдена МК-11. Скорпиона, к сожалению, у меня нет, поэтому команда МК-11 выглядит незавершённой. Когда-нибудь я его выбью. Ладно, давайте посмотрим, что делает у нас Рейден. Итак, смотрим. Во-первых, он является у нас старшим богом. Это минус, на самом деле, потому что очень-очень мало персонажей, которые бафают старших богов. Их почти что и нету, можно сказать. Разве что вот Гора, знаете, алмазный, который на 20% тупо всем повышает. Ну и ещё, может, парочка персонажей, которым тупо всем повышают какие-либо характеристики. И давайте посчитаем пассивочку самого Рейдена. Вероятность оглушить противника при успешном выполнении завершающего комбо-удара. Это стандарт. Ну и также, когда Рейдена из МК-11 проводит 5 завершающих комбо-ударов, он отключает противнику возможность проводить завершающие комбо-удары до конца битвы. И вот здесь хотелось бы уточнить. Одному персонажу запрещают проводить или вообще всем персонажам противника? И нужно найти эти 5 ударов одному персонажу? Или же опять же всем? Непонятно. Вот это здесь... Ну, не знаю. Окей. Персонажи из МК-11 в отряде получают иммунитет к истощению силы. Ну, это нам не нужно на самом деле, потому что он сам себя и так бафает, а Джейд, что у нас делает, давайте так же прочитаем. Итак, смотрим. Объятие тени. Джейд может уклоняться от носных атак, замедлять соперника и надолго открывать его для контр-атаки. Союзники из МК исцеляются огнем, кровотечением и отравлением. Знаете, получается такой темный Рейден. Да, у нас практически. То есть Рейден у нас получает от истощения, от всего остального иммунитет. Ну и Скорпион спецназа просто, чтобы спасти Рейдена, если чё. И здесь он абсолютно ничего, по сути, не делает такого полезного. Ладно, давайте потихонечку начинать, собственно. Бой в сети. Сложная битва. Посмотрим, как себя покажет Рейден. В бой. На убой, так сказать. Ну, давай, грузись, играем. Бесплатные награды, все дела. Я за Рейдена играл, ну, по-моему, всего один или два раза. То есть я даже не знаю, как у него комбинации вообще, как они выглядят, что из себя представляют и так далее. Чё-то первая загрузка очень долгая, на самом деле. Я думал, будет гораздо быстрее. Игра, ты случайно не зависла вот это вот? Потому что если ты зависла, это будет вообще не круто. Ну, сколько может... Ну, смотрите, я загрузилась всё-таки по итогу. Здорово, Бурайчо. Так, пошли обычные удары. Упс, какое комбо, а? Нормально, блин, быстро бьёт, очень быстрый персонаж. Первый раз просто практически играют за него. Ну, я играл там за него один раз, говорю же. Но я чуть-чуть за него поиграл, то есть я его выбрал. Мне сменили персонажа на него, я его... Давайте второй спецприём посмотрим. Ну, Бурайчо очень много здоровья, на самом деле. Так, погнали. Фоталблоуа не будет, интересно. Или сколько надо процентов, чтобы был фоталблоу? И чёрт его знает. Ну, а Скорпион, блин, что такая жёсткая тима? Кстати, поджёг меня и меня хилю, смотрите-ка. А вот он, фоталблоу, завершающим ударом. Давайте ещё раз второй. Ох ты, блин, да, кстати, громко очень. Я сделаю потом потише, ничего страшного, пока так пойдёт. Я думаю... Пошёл максимальный урон, минус Скорпион, отлично. Пошло накопление силы, Джейд идёт. Блин, тут какая жёсткая тима, на самом деле, у противника. Так, пошёл первый. Что это, кстати, за непонятность с приёмом? Чё он творит? 95. Опа-ча, здорово, Бурайчу, так блок. Потому что сейчас будет очень больно. Отлично. Жалко, что не поджёг, правда, меня. Так, на, получай сразу же. Второй пошёл. Постараюсь накопить сейчас максимальный урон. 96. Если есть фоталблоу, он должен сейчас сработать, но его, скорее всего, просто нет. Господи, Бурайчу очень жирный. Вы просто посмотрите, насколько он толстый. Давайте первый попробуем. 100% хочу накопить. Здесь нету тоже фоталблоуа, как я понимаю. Блин, какой же жёсткий. Вы просто посмотрите, сколько у него здоровья. Да, я сейчас отклеюсь, скорее всего. А нет, смотрите-ка, повезло. Так, пошло снова накопление силы. Второй спецприём. Господи, да что с ним не так? Почему он такой живучий? Я ему вообще обычными атаками хотя бы отнимаю здоровье. Так, ну и Скорпион добивает. Ну, Скорпион, к сожалению, добил. Рейден у нас, собственно, свалил на задний план. Но это ничего страшного. Он у нас не сдох. Он у нас просто отошёл в бой. Я бы его потом вернул, если бы мы не добили противника. И добил бы уже за Рейдена. Собственно, победка. Блин, какой же ты быстрый. Вы, кстати, можете отмотать назад и посмотреть, собственно, что у нас был за противник. То есть его статы, его союзников. Потому что, мне кажется, это было очень жёстко. То есть бой был, ну, не знаю, не знаю. Бой был далеко не равный и не в мою пользу, на самом деле. Но Рейден затащил. Рейден охренительный. И Рейден затащил. Мне даже очень хочется, на самом деле, сейчас посмотреть, сколько у него было статов. Но я-то посмотрю после записи. Вы тоже можете посмотреть. Вам легче, вам отмотать-то просто. Это мне надо останавливать, смотреть. Но это я не буду делать. Я с вами потом уже посмотрю. Когда-нибудь через часик. Страх заставляет противника поменять бойца. Также на Джейд тоже будет обзорчик попозже. Скорее всего, после того, как окончится испытание, либо, ну, примерно, когда они подчинят испытание. Потому что у меня сейчас проблема в том, что я не могу пройти башню с Джейд. У меня такой же баг, как и у большинства игроков. Ну, как вы понимаете, да? Очень быстро, кстати, накапливают силу Рейден, если атакует сразу всеми комбоударами. И, как я понял, вот это вот... Опа-ча, фаталблоу пошел. Так, это... Иди давай отсюда. Давайте здесь первый, не хочу здесь второй использовать. Мне кажется, здесь первого будет более чем достаточно. Барайчо, кстати. Опять Барайчо. И потом то, что убили Барайчо, еле-еле. И сейчас еще... Нет, смотрите-ка, очень мало урона идет. Но, правда, у Джакса больше всего здоровья было. Так, здесь я получил. Моя неосмотрительность. Еще просто не до конца выучил его комбинации. Я вот прямо сейчас играю. Я не понимаю, на самом деле, что я половину всего делаю. Но, вроде, что-то делаю. Ауч! Вот это было больно, на самом деле. Рейден. Такой же, кстати, Рейден, как и у нас. Надо здесь второй, наверное, тоже использовать, чтобы вынести второго персонажа. Останется вынести только Джакса. У Джакса там очень мало здоровья. Может быть, он, кстати, и вынесет меня. Да, у него блокбрейтер, потому что... Нет, смотрите-ка, мало урона, мало урона. Ух ты, бестия из преисподней. Какой-то новой обилкой. Я не читал, на самом деле, обилку еще всех новых алмазных персонажей. Это первый раз вижу, на самом деле. Видимо, с обновлением добавили на Джакса какую-то брань непонятную. Но, тем не менее... О, кстати, Рейден насапнулся. Получил уровень. Это замечательно. Значит, он станет посильнее. А то Скорпион был чуть-чуть посильнее в команде, чем Рейден. Или нет? А, нет-нет-нет, не был сильнее. Но почти был сильнее. Итак, у нас следующие противники. Катана Скорбная, Вампир Шамелина и Дрожь Автершок. Ну, погнали, чё. Чё-то как-то сумбурно у нас всё получается, потому что... Я офигеваю, на самом деле, с Рейденом, с его техникой. Он очень нестандартно так дерётся, знаете. То есть, как и Джейд, как и... Ну, Джейд, Джейд, она хотя бы попроще. То есть, там понятно, второй фаталблоу. Здесь какие-то комбинации всегда разные. И чё-то какие-то фаталблоу происходят во время обычных комбинаций, знаете. Это меня, так знаете, немножко в ступор обгоняет иногда. Чаще меня эти персонажи. Но ничего, сейчас, я думаю, мы адаптируемся с вами. Будет уже полегче. Но пока то, что я вижу, Рейден очень прикольный перс. Но первый спецприём мог бы быть урон и повыше, на самом деле. Маленький урон достаточного первого спецприёма. Мне это не очень нравится. Но он накладывает какую-то штуку непонятную. Я вот не могу вспомнить, что это за штука. Так, готов, готов. Погнали. Сейчас, может быть, ещё раз используем. Посмотрим, что это значит. Тикс. Ух ты, оглушение наносит. Нормальная тема. Давайте посмотрим, что это такое. Просто электрополёт. Рассеивание. А, это на себя он накладывает, короче, снятие отрицательных эффектов. Вот почему. Это как у Шинока, знаете. У Шинока тоже на первом спецприёме стоит рассеивание. Ауч. Странно, а чё на ней... Вот специально не дают мне играть за моего персонажа. Ладно, поиграем за Джей. Джей тоже прикольная. Джей тоже новый персонаж. Давайте даже второй спецприём используем. Почему бы нет? Он блокбрейкер имеет и захват. Получай. Максимально накапливаем. Вот вам теперь фаталблоу. Также переключаемся на Рейдена. Прикольно, что он может лежачего ударить. Блин, не успел сам нажать. К сожалению, на мне второй использовали. Давайте я себе силу подниму. Сам второй использую. Блин, жирный дрожь опять. Чё такие толстые противники появляются? Блин, я ещё косой. Пошла Китана. Вторым спецприёмом, скорее всего, сейчас вынесет Рейдена. Нет, смотрите, без смерти сработало. Но она бы не вынесла. У нас ещё Скорпион спецназа есть. О, фаталблоу. Отлично. И сразу же комбинация пошла. Так, второй. Блин, не успел. Ладно. В принципе, живёт. Живёт наш Рейден. Сейчас получишь от Скорпиона спецназа, кстати, второй спецприём. У нас такой, знаете, получается не только на Рейдена обзор, но ещё и на Скорпиона спецназа. Всё равно пока делать нечего, пока откат идёт смены персонажей. На, получай. Увеличение восстановления. Хилл пошёл. Давай, используй. Используй, используй. Так, хорошо. Ещё раз давай. Ещё раз давай, дрожь. Дрожь последний остался. Я хочу, чтобы он использовал всю свою силу, чтобы он Рейдена нашего не... Да, блин, я не на того персонажа нажал. Ладно, давайте, используем второй. Допустим, ставимся его добить. Ну, вряд ли получится. У Джейкни настолько большой урон. Да и дрожь у нас, авторшок, очень жирный пацан. То есть, вы видите, буквально очень мало урона мы сносим. Ну, ладно, второй пошёл от Рейдена. Постараемся его сейчас вынести. Вряд ли получится, но мы постараемся. Блин, косой я такой. Давайте постараемся его первым добить. Не знаю, получится, не получится, но мы, по крайней мере, попробуем. Давай, кидай его, Рейден. Нет, не получилось. Так, прощай, Рейден. К сожалению, потеряли мы его. Но дрожь, опять же, какие-то перекаченные персонажи. Чё-то сломано в война фракции, как вы замечаете. Иногда дают сильных противников, иногда слабых. В этот раз дали какого-то чрезвычайно сильного. И во втором бою, или в первом, тоже у нас был чрезвычайно сильный противник. Мы прям очень долгие катки с ними играем. Следующий бой. Джейд МК-11, Рейден МК-11. 20 косарей здоровья. Ну, ладно, это примерно столько же, сколько у нас. И также Скорпион тоже из МК-11. Вот, это идеальная команда. На самом деле, МК-11. Но у меня, к сожалению, опять же, повторюсь, Скорпиона нет. Как только, как только он мне выпадет, и как только я его прокачаю хотя бы до 20 уровня, я, естественно, его вам покажу. Если, конечно, он мне выпадет, он может мне не выпасть достаточно долго, но я всё равно, рано или поздно, обязательно сниму на него небольшой обзорчик. Так же, как я сниму на Джейд и на Рейден. Вот сейчас снимаю. Ну, вы поняли, да. Эффекты отравления кровотечения Гонь медленно истощают здоровье с течением времени. Нет, это не подходит под определение нашей команды, потому что Рейден, наоборот, восстанавливает всё из-за этого. Из-за своей пассивочки. Вот обманывают, видите, меня прямо разработчики обманывают. Не хотят мне говорить правду, господи. Как же вот это противно сделано, на самом деле. У меня, кстати, подожгли, видимо, источником жизни Блэйза или чем-то вроде того. Так, хорошо, что вышел Скорпион, он самый жирный. Хочется на него второй спецприём использовать в первую очередь, на самом деле. Так, сопротивление оглушению срабатывает у Скорпа. И пошёл второй. Так, постараемся попасть сейчас. Раз. Два. Ну, нормальный урон, нормальный, мне кажется, пойдёт. Да, мы вынесли, собственно, противника. Блин, вот эти замедления, когда я бью Джейд, они очень часто срабатывают. Я заметил, сколько я вот играл. Так, завершающий комбо удар. Фотал Блоу пошёл. Недержимый Бог. Так, пошёл первый спецприём от Рейдена. Но это не страшно, он не очень много дамажит. Да, видите, совсем чуть-чуть. Учитывая, что его Рейден посильнее, чем мой Рейден. По всем показателям. Так, пошёл мой второй спецприём. А вот второй спецприём Рейдена очень даже дамажит. Мне кажется, мы его сейчас вынесем. Да, так оно и есть. Пошёл первый аджейд. Неприятный, но пойдёт. Так, ты меня достала, серьёзно. Я просто электрополёт использую. Господи, что это было? Почему так быстро сделался? Первый спецприём. Это было смешно. Даже никакой мини-игры не было. Ну ладно, пойдёт. Собственно, Рейден опять у нас одерживает победу. Его только один раз вынесли. И то, потому что там были, ну, перекачанные противники. Ну и последний бой у нас. Опять же, вот просто посмотрите. У меня 10-17. 10-16. 10-17. У него 26 тысяч 900 на 43 тысяч. Из 14 тысяч на 25. И Китана. Ну, Китана, ладно. Китана фигня. Ну, вы просто посмотрите на кистаты. И это уже третий бой, получается, третий бой с пяти с перекачанными чуваками. И мы справляемся. Мы справляемся. Рейден настолько охренителен, на самом деле, вот с этими своими бесконечными спецприёмами, с этим своим уроном от второго спецприёма, что мы справляемся даже с такими противниками. Хотя, по сути, не так уж и сложно было бы, потому что у нас и истощение есть у Скорпиона. У нас есть и всякие вот эти вот спасания персонажей. То есть, благодаря алмазному Скорпиону, вот не зря я его добавил, потому что, если бы я его не добавил, если бы это был какой-нибудь левый персонаж, то, скорее всего, нас... Мы бы проиграли на втором или на третьем, на четвёртом матче, потому что подбор сломан. Подбор сломан, как вы уже видите. Я дерусь против очень сильных противников, но пока что побеждаем. Пока всё нормально. Так, пошла жара. Я думал, это будет, знаете, такой обзорчик на 5-6 минут. В итоге это выйдет, я не знаю, там минут на 20, наверное, вот эти бои. Они очень долгие у нас. Так, блок. Так, у него оглушение, я совсем забыл. Так, Фатал Блоу пошёл. На, получай. Второй. Опять же, у него оглушение какое-то сработало. Не знаю, это пассивка у Рейзена оглушения просто... А, да, завершающие комбо-отары атаки оглушают. Там было что-то вроде того. Так, сейчас пойдёт истощение. Больно, но терпимо. Опять же, у него перекаченные персонажи, поэтому... Не-не-не-не-не, ты давай не будешь вот это вот делать. На, получай. Одной молнией, к сожалению, не попал, но ничего страшного. Большинство урона наносят как раз-таки вот эти удары. Пошла жара. Так, смотрите-ка, выжил. Нифига себе, ты жёсткий. Давай-ка первый. Не хочешь? Ну, сейчас захочешь. Хе-хе-хе-хе. Как себе такое, а? Опять же, первой молнией не попал. Надеюсь, я его добью. Но это вряд ли, потому что у него 46 тысяч в дороге. Нет, смотрите-ка, ни хрена себе, добил. Так, пошёл первый. Сейчас ещё один первый, скорее всего, пойдёт, да? Да, но мы сейчас заблокируем. У нас иммунитет к истощению силы, это замечательно. Ну и всё, и минус. Давайте вторым, вторым я их хочу прикончить, потому что фиг ли нет. Изи вин. Надеюсь, ваши уши целы из этого звука, потому что я его только сейчас вспомнил, что хотел исправить, и так и не исправил. Хе-хе-хе. Ну что ж, вот такой вот у нас персонаж тёмный рейд... Как его тёмный, блин? Рейда на МК-11, тёмный рейд немного другое. Немножко сумбурненько так у нас получилось, из-за того, что я вообще не ожидал, что будет настолько сломаны три боя из пяти. То есть три боя мы затащили против... Давайте, кстати, вот... А, что смотреть-то на записи? Я могу сейчас вам показать. Вот смотрите. Против Саши была игра. А, здесь у нас был, ну, Барайчу с 30-ю атаки, с 37-ю косарями здоровья. Шо это такое? Потом у нас был, короче, бой против 10-8-5 минут. Это жесть, конечно, капец какой-то. Сколько времени уже прошло, сколько мы дрались. Дрожь, 42 косаря здоровья. Так и 62 косаря здоровья. И просто сравните с моими, с моими, моими хиленькими персонажиками. И последний бой, пятый, у нас был тоже 45 секунд назад. Это был против 26 на 43 и 14 на 25. Это была жесть. Но мы с вами выиграли. Мы с вами выиграли, жрали победу и потеряли Рейдена всего лишь один раз. И то только на самом, так сказать, неудобном моменте, где противник был перекачан. А на этом с вами был Ник. Удачи, до скорых встреч, еще увидимся. Пока-пока.